Ну, очень тяжелый матч выдался. Две команды, во-первых, соседи по турниру, таблицы. Инициатива переходила от одной команды к другой. Первые вроде 15-20 минут вышли собраны, какие-то полумоменты создавали. Потом инициативу перехватили именно с аута, когда мы после нашего аута на нашей половине поля заработали три подряд штрафных. Один из них пришелся на пенальти. Во втором тайме сделали сразу две замены. Стали играть два нападающих, два высоких у нас вышли. Ребята, было впереди. Опять быстрый гол забили, вроде инициативу перехватили. Но три вот этих быстрых контратаки, три выбегания, опять нашу команду немножко поставили на место. И больше команда уже играла от обороны на контратаках. А так, в целом, это наша восьмая ничья на выезде. Упущенный момент был в прошлом матче, да, с «Спартаком-2» играли, на 90 пропустили. Ну, и здесь концовка немножко там нервная была. Так, в целом, игрой, ну, доволен. И, наверное, все-таки не час за карманерные результаты. Пожалуйста, вопросы. Город Саванович, вы сделали две замены в надежде переломить игру, играли на победу сегодня. Ну, мы всегда стараемся играть на победу. У нас все, в принципе, игра... У нас была одна игра, которая нас полностью не устроила. Это во втором туре с «Ротером» и с «Волгоградом». В принципе, все выездные матчи, где мы играем, у нас достаточно моментов. И, конечно, чаша весов в большей степени сваливается на 0-0, да. Но за последние вот четыре тура мы пропустили там все мячи. И это уже о чем-то говорит. Больше стали в атаку играть. Но наша основная задача не то, что не пропустить. Наша основная задача забить на один гол больше соперника, чтобы три очка, в конце концов, на выезде. Ну, не только на выезде, но и в домашних матчах. Можете кратко оценить итоги первого круга? Ну, я считаю, что в какой-то степени нам не хватает где-то, наверное, в шесть очков двух побед. В основном, наверное, больше скажу, что в начале чемпионата мы эти очки потеряли в домашних матчах, да, в игре. В первом туре Химком проиграли. Химки создали один момент. Там мы кучу штанг перекладин. Я считаю, что это потеря вот этих очков. Потом игра с Краснодаром. Один штрафной. Нам со штрафного забили. И вот этот вот, даже, наверное, девять очков можно посчитать. Вот эта игра с «Спартаком-2». Ну, конечно, любому коллективу на 90-х минутах очень обидно пропускать мячей. Вроде счастье было так рядом, а победа из рук Аналкова. Спасибо.